Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем подписаться. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересного и, что немаловажно, полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины. Причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора из серии «На что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля» – это кроссовер. Причем кроссовер премиальный. Этот автомобиль, пожалуй, из всего премиума на авторечке теряет в цене наиболее медленно. И покупая подобную машину, вы можете рассчитывать не только на долгую и беспроблемную эксплуатацию, но также и на минимальную потерю денег при его последующей продаже. А вот о чем следует знать, выбирая подобный автомобиль, мы с вами сегодня и поговорим. Встречайте, Lexus RX в кузове AL10. Третье поколение. Третье поколение Lexus RX встало на конвейер в декабре 2008 года. И началась его история с модели RX 350, где под капотом был хорошо известный 3,5-литровый 2G RFE на 277 лошадиных сил. Чуть позже, в 2009, модельную линейку дополнили гибридной версией. А еще позже, в 2010 году, компания Lexus решила, что необходимо добавить базовую, скажем так, начальную версию в модельном ряду. А в 2010 году модельный ряд RX пополнился версией RX 270. Этот автомобиль был призван занять позицию начальной и самой доступной версии в линейке. При этом доступная здесь не означает бедная. Можно найти переднеприводный RX 270 и в довольно хорошей комплектации. Коробки передач на этих RX могли быть только шестиступенчатые автоматические, а вот привод мог быть как полный, так и передний. Причем касается это не только изначально и единственно возможно переднеприводной модификации RX 270, но также и гибридных моделей, которые на рынок США могли поставляться с приводом только на одну единственную переднюю ось. Ну а наш сегодняшний экземпляр это RX 270 2014 года выпуска. Рестайлинговая модель. И по традиции в начале обзора мы скажем пару слов про кузов автомобиля, про толщину и качество покраски, и про то, насколько хорошо он сопротивляется нашим дорожным реалиям, видя обилие реагентов в зимний период. Что касается лакокрасочного покрытия, у RX 3-го поколения с этим все благополучно. Если брать усредненные показания толщиномера, то в среднем эти автомобили имеют окрас в диапазоне от 100 до 150 микрон. Исключением могут составлять автомобили, например, белого цвета, где толщина ЛКП по всей машине может колебаться в диапазоне от 120 до 180. В любом случае, при проверке RX обязательно прозвоните все элементы кузова и посмотрите на разброс показаний. Если вам кажется, что автомобиль окрашен несколько толще обычного, но при этом разброс по всем элементам абсолютно идентичный, скорее всего, вы имеете дело с утолщенным слоем окраса с завода. Что касается качества лакокрасочного покрытия, то здесь вопросов к автомобилю минимум. Покрашен RX добротно. Единственное, что на очень возрастных машинах могут быть проблемы с хромированными поверхностями, которые от, опять же, наших реагентов и от отсутствия должного за ними ухода могут начать облизать и терять товарный вид. Хотя на практике такое встречается достаточно нечасто. Что касается сопротивляемости кузова к коррозии, здесь RX третьего поколения держится молодцом, как, собственно говоря, в свое время держался молодцом и его предок RX второй генерации. Пожалуй, единственное изначально слабое в кавычках место этой модели – это крышка багажника. Металл на крышке багажника здесь не оцинкован, и в случае получения каких-либо травм на ней могут так или иначе со временем, время это довольно продолжительное, это от 5-6 лет возраста автомобиля, могут начать появляться следы коррозии точечные. И по этому поводу официальные дилеры в свое время забирали эти машины на перекрас по гарантии. Поэтому увидеть на подобном RX крашенную без шпаклевки крышку багажника, ну, скорее всего, не так уж и страшно. В остальном же, если автомобиль не был предварительно хорошо ударен и кустарно восстановлен, то по части ржавчины на этих автомобилях все должно обстоять благополучно. Что касается каких-либо характерных проблем, связанных с бортовым электрооборудованием, по салону, по системе отопления и вентиляции, то здесь Lexus RX такой же молодец, как и по части кузова. По данным моментам к этим автомобилям вопросов у собственников практически не возникает. Все очень надежно и выполнено на достойном уровне. Ну, а теперь поговорим о двигателях RX третьего поколения. Первый агрегат, он же младший в линейке, который как раз таки и занял подкапотное пространство нашего экземпляра и смотрится здесь достаточно одиноко, несмотря на обилие закрывающего подкапотку пластика, это рядная четверка, объемом 2,7 литра, что, согласитесь, для четырехцилиндрового мотора достаточно немало. Его маркировка 1ARFE. Этот двигатель развивает 188 лошадиных сил. По сути дела, за основу для этого мотора был взят мотор 2ARFE 2,5 литра, который можно обнаружить, например, под капотом такого популярного автомобиля, как Toyota Camry. Поставили другой коленвал, слегка увеличили высоту блока, ну и на выходе получили то, что получили. По этому мотору можно сказать, что эта четверка достаточно проста по своей конструкции. Здесь два верхних распредвала, есть муфты-фазовращатели на впуске и на выпуске, то есть мотор имеет систему Dual VVTi. Здесь применен впускной коллектор с изменяемой длиной, ну и по большому счету все. Здесь на этих двигателях есть гидрокомпенсаторы, поэтому регулировкой зазоров клапанов утруждать себе вам не придется. Ну а в приводе ГРМ используется цепь. Причем ресурс этой цепи достаточно немаленький. Какие-либо моменты по ГРМу здесь могут начать появляться только после 200 тысяч километров пробега. Ну или что-то около того. Причем критичных моментов практически никогда не бывает. Сам по себе один АРФЕ это мотор достаточно надежный. И пробег при должном обслуживании, если вы будете использовать бензин нормального качества и не экономить на масле, при этом менять его чуть чаще, чем полагается по регламенту, эта силовая установка отбегает у вас свыше 300 тысяч километров пробега. И по большому счету каких-либо характерных болячек здесь нет. Ну да, после пробега в 150, возможно, посторонним звуком при работе вас порадует в кавычках муфта фазовращателя, и ее придется поменять. Ну или, например, после сотки пробега стоит повнимательнее смотреть за состоянием помпы системы охлаждения. Да и вообще за все системы охлаждения в целом. Как и все алюминиевые блоки, один АР не очень любит перегреваться. Ну а в остальном, по меркам четырехцилиндровых двигателей, это практически беспроблемный агрегат. Несмотря на то, что для веса немаленького кроссовера мотора 2,7 может показаться маловато, на самом деле этот автомобиль разгоняется до 100 километров в час где-то за 11 секунд, что на 2 с копейками секунды меньше, чем версия с 3,5-литровым V6. Зато по расходу топлива здесь владелец однозначно выиграет. Один АРФЕ потребляет в этом кузове около 13 литров топлива на 100 километров пробега. Конечно, зимой, в холодное время года с прогревами и в пробках этот показатель может подрасти. Зато на трассе реально уложится 8 литров, что вкупе с его надежностью делает версию RX 270, в общем-то, не такой уж нерациональной покупкой, как может показаться сначала, даже несмотря на передний привод. Что касается двух других агрегатов под капотом RX, то эти версии будут носить индекс RX 350 и RX 450H. Если говорить про базовую 350-ю версию, то это всем хорошо знакомый 2 GR FE V6 с алюминиевым блоком, цепным приводом ГРМ с ресурсом цепи около 200-250, а также километров пробега, с двойными муфтами фазовращателей на впуске и на выпуске и с коллектором переменной длины. В общем-то, как и любой другой современный тойотовский мотор. Двигатель на RX лишен каких-либо модных систем, типа прямого впрыска, с которым он ставился на седан GS. И, как следствие, эти моторы не особо-то страдают, например, проблемой пятого цилиндра, как это бывает на седанах, поскольку и подкапотное пространство здесь скомпоновано иначе, и проблем с отдельным перегревом пятого цилиндра здесь практически не возникает. Что касается слабых мест 2GR-FE, применительно к этим моделям это все те же муфты-фазовращателей после пробега в 150 тысяч километров, которые возвещают о необходимости замены характерным звуком работы, похожим на дизеление. Причем, как правило, с этим звуком подобный компонент еще может отходить достаточно немаленький пробег. И помпа-система охлаждения, за ней здесь тоже нужно поглядывать. При покупке автомобиля с двигателем 2GR, кроме того, если пробег автомобиля достаточно уже солидный, нужно посмотреть, чтобы агрегат был сухой. Чаще прочего на этих автомобилях пробегом за 150 тысяч километров могут начать сопливить задний сальник коленвала, ну и, собственно, уплотнение, связанное с системой ВВТА. Это касается как непосредственно трубки подачи масла на заднюю голову, хотя на этих моторах, на данных свежих автомобилях, трубка уже выполнена полностью металлической, и, соответственно, проблем с разрывом и разгерметизацией маслосистемы, так это назовем, здесь не возникает, как на старых RX-ах предыдущей генерации. Ну и также смотрите на то, чтобы по минимуму было каких-либо запотеваний. То есть максимально допустимо это запотевание по лобовине, то есть крышки, прикрывающей механизм ГРМ, но там не должно быть течи. К минусам агрегата 2GRFE можно отнести несколько моментов. Да, машина с этим мотором достаточно резвая, да, она разгоняется до сотки где-то в районе 8 секунд, но при этом реальный расход топлива с этим агрегатом в городе у вас, скорее всего, будет колебаться в районе 17, а то и 18-19 литров на сотню, если речь идет про эксплуатацию автомобиля в мегаполисе. Кроме того, не забывайте, что 277 лошадиных сил подпадают под повышенную ставку налогообложения. Хотя, когда вы покупаете автомобиль за сумму, превышающую 2,5 миллиона рублей, скорее всего, транспортный налог – это последнее, про что вы будете здесь думать. Ну а третий вариант силовой установки под капотом RX в кузове AL-10 мог быть 2GR FXE. Этот двигатель отличается от обычного GR тем, что адаптирован под работу по циклу Аткинсона. Кому интересно, что это такое, можете загуглить. Этот мотор дефорсирован до 249 лошадиных сил, и в паре с ним трудятся два электродвигателя. Тяговый двигатель на передней оси развивает 123 кВт, а на задней оси, если ваш гибрид полноприводный, трудится маленький электромотор на 50 кВт. Собственно, его наличие по факту и будет говорить о том, что машина полноприводная, так как никаких карданов и раздаточных коробок на гибридных водовых RX нет. Следует также помнить о том, что на гибридных RX система охлаждения имеет два раздельных контура. Один из них предназначен для бензинового двигателя, а один для инвертора, то есть для преобразователя напряжения. И упускать из виду что один, что второй, может быть достаточно вредно для бюджета. Так что приобретая гибридный RX 450H и в последующем процессе эксплуатации следите за работоспособностью помпы в системах охлаждения инвертора. В противном случае есть шанс словить перегрев и попасть на замену весьма и весьма недешевого узла. Также, что касается батареи, если вы смотрите RX 450H и под рукой нет человека, способного при помощи диагностических приборов определить, жива батарейка или нет, можете обратить внимание на то, сколько автомобиль способен двигаться на одной только электротяге. Если по ходу тест-драйва бензиновый двигатель постоянно находится в работе, при этом автомобиль прогрет до рабочей температуры и на улице не зима, то есть вы не используете тепло бензинового мотора для обогрева салона, возможно, это плохие новости. И повод попристальнее посмотреть на состояние самой батареи. Имейте в виду, что на вторичном рынке гибриды, как правило, изначально дороже бензиновых версий, причем значительно. Речь иногда идет о разнице в 200-300 тысяч рублей. Что касается расхода топлива на гибриде, да, действительно, в городском цикле подобные автомобили тратят порядка 10-12 литров, что для автомобиля с такой динамикой достаточно хороший показатель, но при этом, даже с учетом экономии на транспортном налоге, посчитайте, сколько лет вы планируете эксплуатировать гибрид и на каком году отобьется разница в изначальной переплате за гибридную машину, если речь идет о попытках наэкономить на бензине. Что касается коробок передач, то на эти автомобили устанавливались только шестиступенчатые автоматы фирмы Aisin серии U660E и U660F, в зависимости от типа привода автомобиля. Что касается данных трансмиссий, это касается бензиновых версий на гибриде, там все по-своему и совершенно надежно. Так вот, что касается бензиновых версий, трансмиссии на данных автомобилях при должном обслуживании способны отходить порядка 300 тысяч километров до первой необходимости вмешательства в виде обслуживания или, скажем так, легкого профилактического ремонта. Залогом долгой работы этих автоматических трансмиссий будет регулярная замена рабочей жидкости вместе с фильтрами, поскольку больше всего эти коробки боятся засорения продуктами износа. Продуктами износа чего? Прежде всего, накладки блокировки гидротрансформатора. Дело в том, что на всех современных автомобилях и начиная с RX второго поколения, блокировка гидротрансформатора работает немножко не так, как в старину на архаичных старых коробках, где блокировка GT задействовалась, по сути дела, при долговременном движении на верхней передаче, чтобы уменьшить потери между двигателем и колесами. Что касается новых трансмиссий, более современных алгоритм, их работа уже другой. В данном случае гидротрансформатор блокируется намного чаще и намного раньше. Это сделано, во-первых, с целью увеличить динамику, во-вторых, с целью обеспечить большую экономию топлива. Так вот, в процессе работы накладки гидротрансформатора неизбежно подтираются и продукты износа попадают в масло. И если вы не будете своевременно менять рабочую жидкость, а будете при этом эксплуатировать автомобиль в полугоночном режиме, то, скорее всего, не позже, чем к пробегу 150 тысяч километров, вы столкнетесь с первыми проблемами, вызванными тем, что маслоканалы в гидроблоке начнут забиваться теми самыми продуктами износа. И со временем все это дело может вылиться в ремонт гидроблока с заменой одного или нескольких соленоидов. Что касается ходовой части RX, в данном случае 270, ну, ходовка здесь будет типовая и для 350-го, и для гибридной версии, по большому счету. По ресурсу ходовая часть Lexus это достаточно крепкая ходовая часть. Первые замены в данном случае могут быть связаны как раз с самым слабым по меркам любой ходовки узлом, это стойкие втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Причем в данном случае эти «слабые» узлы имеют довольно неслабый ресурс для легковушки, около 50 тысяч километров до замены. А что касается сайлентблоков в рычагах и так далее, эти вещи выхаживают более 100 тысяч километров пробега до замены. Ресурс ступичных подшипников у RX этой генерации вовсе огромен, порядка 200 тысяч километров пробега. Ну, конечно, все зависит от диаметра и веса колес, которые вы ставите на автомобиль, и от того, где и в каком режиме вы его эксплуатируете. Причем передние ступичные подшипники на этом автомобиле можно поменять отдельно, а вот задние придется ставить уже в сборе со ступицей. Отрадно видеть, что несмотря на старания большей части автопроизводителей выпускать все как можно более крупными и неразборными узлами, нижние шаровые опоры на RX 3-й генерации до сих пор можно поменять отдельно от рычага. Также стоит иметь в виду, что на RX 3-го поколения по-прежнему достаточно небольшой, ну, относительно, конечно, в зависимости от водителя и стиля езды, ресурс тормозных дисков и колодок. Конечно, если речь идет о версии, как в нашем случае с мотором 2.7 на 188 лошадиных сил, с заменой колодок и дисков, вы вряд ли очень скоро столкнетесь. Но если речь идет, например, о версии 3.5 на 277 лошадей, то там и стиль вождения совершенно другой, и тормозить на подобном автомобиле приходится резче и чаще. Поэтому будьте готовы к замене колодок раз в 30-40 тысяч километров пробега, ну, а тормозные диски где-то около 50-70 плюс-минус. Также на первых версиях RX в основном в 8-9 года были случаи, когда амортизаторы и не выхаживали пробега около 60 тысяч километров и начинали подтекать. Однако в реалиях 2021 года, если вы смотрите себе подобный автомобиль, то пробег на нем, скорее всего, в среднем будет около 100, а то и 150-200 тысяч километров пробега. И, конечно, шанс натолкнуться на потекшие родные амортизаторы уже ничтожно мал. Однако, повторимся, это касалось далеко не всех автомобилей, в основном из первых партий. Что касается самого дорогостоящего компонента любой ходовой части, а именно рулевой рейки, на RX-ах третьей генерации, в отличие от своих предшественников, рейка электрическая. Усилитель руля здесь, соответственно, электрический, поэтому никаких проблем с текущими бачками, насосами ГУРа, либо магистралями подачи рабочей жидкости в рейку у вас здесь не будет. Рейка, в принципе, крепкая, выхаживает достаточно серьезные пробеги, но если вы смотрите автомобиль, где пробег уже за 200 тысяч километров, вполне возможно, что вы столкнетесь со стуком со стороны рулевой рейки. И, как правило, стук этот будет вызван выработкой внутри непосредственно самого рулевого редуктора, но также не лишний будет убедиться в отсутствии стуков и в сочленениях рулевой колонки. Хотя на этих автомобилях подобные проблемы чаще проявлялись на 9, 10, 11 годах выпуска, а на рестайлинге вроде как практически сошли на нет. Но, тем не менее, при покупке обязательно обратите внимание на тест-драйве, в том числе на то, чтобы в руль не отдавало никаких посторонних паразитных стуков, особенно при езде по мелкой гребенке. Что касается задней подвески, то независимо от исполнения автомобиля, у вас здесь многорычажка и сайлинблоков достаточно много. Однако, внимание к себе они могут начать требовать в основной массе где-то к пробегу около 150, а то и больше. И причем сайлинблоки эти можно в принципе покупать в дубликатном виде и менять по отдельности. Если вы не сочтете более простым способом, чуть более затратную замену рычагами в сборе. Из каких-либо характерных моментов задней подвески можно отметить с натягом, разве что имеющий склонность закисать развальные болты. Что касается надежности системы полного привода, на бензиновых RX-х здесь никаких вопросов к ней нет. Муфта сама по себе достаточно крепкая, надежная и какие-либо сбои практически не попадаются. Поэтому при осмотре полноприводного автомобиля, по большому счету, если пробег очень большой, останется проконтролировать то, в каком состоянии находятся, например, крестовины карданов, подвесной подшипник и так далее. Ну, самые обычные вещи, которые нужно смотреть на любой водовой машине. Если говорить про гибрид, то его полный привод будет представлен отдельным электродвигателем для задней оси, которому проходят через весь кузов только жгуты проводки. Следует сразу оговориться, что если RX-350 с полным приводом можно с некоторой натяжкой назвать действительно автомобилем повышенной проходимости, легковым автомобилем повышенной проходимости, то гибрид, по большому счету, позволяет вам более уверенно чувствовать себя при трогании на скользких покрытиях. А вот вне дороги, зад заднего электродвигателя, толку будет маловато. Поэтому покупать гибридную версию с прицелом на бездорожье большого смысла нет. Итак, какой вывод можно сделать под всем вышеизложенным? Lexus RX 3-я генерация – это действительно качественно собранная и, в общем-то, качественно сконструированная машина, которая практически не имеет каких-либо характерных слабых мест. Поэтому, если вам посчастливится найти для себя подобный экземпляр с относительно небольшим пробегом и целым кузовом, можно рассчитывать на долгую и беспроблемную эксплуатацию. Правда, стоит помнить о том, что данные автомобили сконструированы изначально с расчетом на нормальное, спокойное и комфортное передвижение. То есть, если вы водитель со спортивными амбициями, скорее всего, в Lexus RX вам будет банально скучно. Правда, все это относится к вам, если вы нашли и купили ухоженный достойный экземпляр, а не машину под восстановление. В последнем случае затраты на подъем с колен уезженного 350-го или тем паче гибрида с мертвым инвертором или батареей могут крайне неприятно удивить даже финансово подготовленного человека. Стоит помнить о том, что данные автомобили были и остаются в фаворе, например, у автоугонщиков. Поэтому при покупке подобного автомобиля следует озаботиться вопросом его сохранности. И это, пожалуй, самый серьезный вопрос, который владельцам подобных RX придется решать. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор вам понравился, оказался чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас добыть и заснять. Кроме того, если вы владеете или владели RX 3-й генерации, проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас поправить или чем нас дополнить, также указывайте в комментариях. Людям, выбирающим себе подобный автомобиль, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо вам за просмотр. Хорошего дня. Пока.